Не хочешь платить, заставим, скрываешь доход, найдем. Такой принцип применяют в ежедневной работе ресурсоснабжающие организации с безответственными предприятиями, когда дело касается долгов за коммуналку. В Ульяновске на днях прошел совместный рейд представителей компании «Энергосбыт плюс» и судебных приставов. И совсем немного клиентов, которые по каким-то причинам нам эти не оплачивают наши услуги. Есть юридические лица и физические лица. Понятно, что способы работы с каждым из клиентов у нас разные. Если юридические лица нам не оплачивают наши услуги, у нас есть законные способы воздействия, отключения, ограничения, есть возможность просудить, то есть через судебных приставов потом пытаться это задолженность взыскать. Местом встречи стала одна из управляющих компаний, расположенная в северной части города, имеющая приличный долг за потребленное тепло перед Т-плюс более 250 тысяч рублей. Управляющая компания перестала платить по счетам с ноября 2017 года. Приставы вручили исполнительности директора организации. Затем в присутствии понятых описали имущество в счет имеющейся задолженности, принадлежащей управляющей компании. Бухгалтерам были предоставлены документы, которые подтверждали, что помещение, которое занимает данная управляющая компания, находится у них на праве аренды. И, соответственно, был предоставлен перечень имущества, находящихся в этих помещениях, из которых было ясно, что четыре позиции там не указаны, которые мы арестовали. Второй точкой рейда стала управляющая компания, арендующая офис за Свияжском районе города. Юридическая организация с декабря 2018 года задолжала Т-плюс сумму в размере более 300 тысяч рублей. Получается, что у нас имеется, перед жителями имеется задолженность, правильно? У жителей. Соответственно, наша компания, в том числе и юристы, которые наняты, они занимаются взысканием задолженности. Вот, то есть это все есть, про что-то можно поднять, посмотреть. Судебный пристав директором провел разъяснительную работу по имеющейся задолженности и способам ее оплаты. Сверил по документам уже поступившие платежи. Руководитель обещал в кратчайшее время погасить все недоимки. Напомним, сейчас суммарный долг юридических лиц перед Т-плюс составляет более трех миллиардов рублей. Чуть меньше должны компании физические лица, поскольку среди граждан также имеются злостные неплательщики. Руководство «Энергосбыт плюс» предлагает всем ульяновцам поучаствовать в акции в Новый год без долгов, оплатить задолженность, ноябрьскую квитанцию и предварительное начисление декабря до конца года, чтобы встретить 20-й год с чистой совестью, а заодно и с подарком. Новости Улправда ТВ. Новости Улправда ТВ.